Мой сосед и друг Дару Днов, Никон, попросил задать такие вопросы. Лет 30 назад он вычитал, что размножать яблони можно при гибании веткой засыпкой землей. Он так и сделал. Пригнутая ветка дала корни, из этой ветки выросли самостоятельно яблони без прививки. Вид и вкус яблок сохранился, как на материнском дереве. Вопрос, где тут корневая шейка и прокомментирую способ размножения. Значит так, яблони выделяются из всех, даже ее ближайший родственник, как груша, она так не может, практически не может. Если может, то только в определенных условиях, когда не сгниет. А яблони может, то есть привнуть какую ветку. Еще это делать, знаете, с этими, как они называются, с кустарниками культурами, особенно со смородиной. Пригнул, присыпал, корни готовы. Есть воздушный способ, по-моему, даже уничтожен есть. То есть можно прямо где-то так хитро повесить на ветке нечто, в котором будет земля сырая, и вылезут боковые, боковые, с боков вылезут даже корни. Даже будучи в подвешенном состоянии вот это нечто, что-то вроде мешочка и так далее. Вы даже догадываете, представляете, от чего есть. Теперь вы спрашиваете про корнюшеку. У него, получается, ничего не делается, яблони прекрасно размножаются и так далее. Значит, у вас относительно климат, по моим меркам, теплый. Вы живете в Костромской области. По нашим меркам это еще не зима. Вот, значит, у вас яблоня, достаточно была морозостойка. Так, наверняка у вас есть причины, когда наверняка сгнивает, портится и сгнивает основание штампа. Есть ли там корневая шейка, нет ли корневой шейки. Вы помните. Это когда есть места. Видимо, вам в этом плане немножко повезло. Допустим, место, где даже если сосед 30 лет назад садил, может быть, ямку, но, возможно, она не промерзает. То есть, допустим, вначале у вас выпал снег, а потом мороз. У нас сперва мороз, потом снег, промерзает на метр, на два. И потом, когда тает снег, ямка заполняется льдом. Вот там происходит... Возможно, у вас этого не случилось, и вы имеете даже прекрасное урожай. Раз. Второе. Именно яблоня самая надежная с точки зрения сопротивления сырости. В том числе ее штамп. Вот, например, я вам назову такой яркий пример. У меня две яблони объели непросто. Смотреть было страшно. На высоту 20 сантиметров по всей округе чистая белая древесина. Ни камбия, ни коры, ничего не было. Что я сделал? Я в отчаянии. Я был новичок. Это были первые мои уроченные яблони. Я взял и сверху курган насыпал. И сказал себе, ну, умрет, умрет. Потом, когда я курган раскопал, оказалось, что все, что ниже, действительно умерло. А этот самый курган, это образовались корни, и яблони росли, как ничем не бывало. Но я был, и вот хоть меня и назвали профессором, я и сейчас не профессор, и не был профессором, так? Вот, никогда. Но я уже тогда сообразил. Надо помочь дереву чем? Страшнейшую обрезку сделал. Убрал 80% кроны. С расчетом, что там где-то быстро-быстро первые корешки напоят, которые выше вот этой самой... выше вот этой страшной кольцевой раны белой, да, белого цвета, что они быстро накормят остальное. И вы знаете, вышли, но 80% кроны убрал. А это яркий пример. И вот, получается, так, была Татьяна Александровна Нога, так, прекрасная садовод, волшебница. Мы с ней дружили, кто читал нашу переписку, еще в газетах старых, вот, эх, вспомнить молодость. Вот тогда кто-то знает ее, кто-то знает, что она выращивала и получила урожай из семян, но размножала-то она, та же, как вот в ваш случае, и у нее все прекрасно росло. А у нее, я начинаю забывать, Курганская или Оренбургская. Видите, я старею. То есть это Южный Урал, можно так сказать, и климат, возможно, похож на ваш. И тоже прекрасное урожай, и все прекрасно. Но я начинал в Сибири, начинал не с бухты-барахты, я хотел все лучшее, а значит, сразу начинал так. Самый морозостойкий дичок, самый роскошный. Яблокер, видели мои 500-граммовые, вот, элиту. И, соответственно, сближение вот таким образом. Но где-то та полоса, где вы живете, вот, это тоже третий, этот климатический пояс, никак не второй. Вот, вы можете даже делать то же самое, я обращаюсь к своему брату Юрию. Вот, и это, я не могу представить фотографию, потому что я так не делал. Вот, а укоренение наберете, кому интересно, уже практическая сторона. И в интернете все есть, причем без обмана. Укоренение тут без обмана. Так, ну вот, получилось, что у меня готов был другой разговор, но Юра, извини, коротко я ответил. Замечательный сосед, поселился, замечательный сосед в вашей округе. И, молодец, и эту тему, и это направление тоже можно, сразу спросите, абрикосы, да, можно потерять годы. Немножко получится слив. То, что дает корневые отводки, то прекрасно, а это, значит, вишни, сливы, яблони, то может расти и в виде укорененных отводков, и в виде этих самых, просто палка, воткнутая в землю, обросшая, и прочее, прочее. Или как компромисс, то есть, вначале, как у вас в письме, вначале, значит, пригнули, засыпали, получили корень, а потом отрезали, уже к качеству самостоятельного саженца. Так, ну а теперь, значит, вот это то, что, коротенько, на одну минуту. Вот это вот культ личности Железова создал. Книг бумажных, четыре фильмов, пятьсот, статьи четыреста, дальше совсем сбился. Теперь, я всегда говорю, и говорил, мы карлики, которые стоим на плечах гигантов. Сейчас я вам покажу эти гигантов, самых настоящих. Дело вот в чем, ребята, вот. Один человек сам по себе полный ноль. Вот. Культ личности сейчас, это не я приду, это вы мне, это вы сказали. Я только два слова. Немножко. Чернышев. Представляете, десятки советов, десятки писем. Опубликовал отдельную главу, есть в моих книгах, двух, так, про Чернышева. Он Саратов, это Саратов, это ученые, настоящие ученые. Вот. До Пенсис был этим зам, директором зональной станции садоводства. Это не хухры-мухры. Вот. Он ученый-агроном. Он заслуживает того, чтобы о нем знали. И я дальше, ниже про всех, оказывается, я написал, рассказал, показал. Только благодаря мне, моему культу личности. Почему? Потому что, кого еще слушать будут? Чернышеву. Я ни один совет не использовал. Я их или знал, или они тоже противоречили моему мироразрению. Но один, тот самый, я еще раз вынужден сказать. Это даже полчаса фактически для дивана отвечаю. Ирлык присвоил мне это, культичности. Слушайте дальше. Чернышев мне написал в письме. Берите черенок из нижней третьей ветки. Цитирую дословно. Запятая. Там больше пластических веществ. Я до сих пор не знаю, что такое пластическое. Как-то надо поинтересоваться в справочных словарях. Но я-то, эволюция в чем заключается? Я к ним сказал, нет. Книги пишут в середине ветки. Нет. Я не так. Я подумал. Чернышев ошибаться не может. Вот. Почему? Потому что, ну, по переписке, по его статьям. Умнейший, грамотнейший мужик. Что вы думаете? Я пошел другим путем. Если Чернышев прав. А где все-таки самая ценная почка? Треть ветки. У меня ветки от метра до двух в среднем. А треть ветки это от полуметра, это самое, и больше. Так? И тогда я пошел ниже, ниже, ниже. И благодаря Чернышеву, который меня отправил на низ ветки, у меня начали саженцы быть больше, мощнее, здоровее. И, наконец, они стали зимовать на морозе. Вот. Вот кто? Культ личности. Кто знает сейчас про Чернышева? А вчера раздался звонок. Я не помню ничего. Я себя плохо чувствовал. Вот. И когда они спросили, кого я знаю, это самое, знаю, не знаю, я надеюсь, что они смотрят этот самый, мы потом. И потом они спросили, знаю ли я Вигарова. Я сказал, конечно же, Вигаров. Но он не мой учитель, я просто знаю из литературы. Я знаю, что уникальный человек, он должен быть, его направление, целое направление о лечебных свойствах этих должны быть. Вигарова должен быть в каждом, если не районе, то в области точно. Свой Вигаров. И даже мы поговорили, примеры приводили, они так обрадуются, что я Вигарова знаю. Вот. Я сказал, зато я еще больше Чернышева знаю. А они знают Чернышева. Но это один случай на миллион. Вот таким людям памятник надо было ставить. А у них наука сейчас то. А? Кто помнит Байкала? Он же еретик оказался. Нету Байкала, я не вспомню. Ты когда умер, не вспомнили. Вот. Что я написал? Культичности нет. Я третий по абрикосам. Вот. Бородич. Уже покойный. Я второй по яблоням. Чижик. Супер садовод. Сошников. Ливийский. А теперь смотрите. Вот. Это вы меня завели, дядя Ваня. Я говорю, что это. Не буду с вами в порядке выступать. Да, я не с вами. И вам это не интересно. Вам на лайки нужны. Здесь другое. Есть то, что эти люди ушли. Фактически даже Байкала. Вот. Непризнанными. Остальные это ладно. Остальные это. Даже Чернышев. Остальные это любители. Вот. Их на свете нет. Вот. И только благодаря мне хоть что-то знают. А вы знаете, что мне сын Чернышева мне написал это письмо? Узнал же откуда-то книг-то всего-то. Десять тысяч сделали с этим. С Курдюмом. Там есть о нем. О Чернышеве. И полторы тысячи сделали с этим. Страценко. Ленинградцев. Узнали все-таки. И сказали. Можно от вас книгу получить? Так это с радостью выслал. Теперь. А эти. А мы еще живы. Вот. Боднар первый. Я второй по черешням. Смотрите. По абрикосам я третий. После Байкалова и Левицкого. После по черешням в Сибири. Боднар первый. Я второй. Я сильно себя выставляю. А во всех этих ребятах сняты фильмы. Вы побывали в их садах. Это настоящие садоводы. Это уникумы. Это они должны были носить звание. Нет. Не это. Не академиков. Куда им с нашим рылом. Вот. Народным академикам. Народным профессорам. Им должны были давно вручить государственные прибыли. Сейчас все вот это. Знаете. Вот фамилии. Да. Сейчас бы где-то кто-то. Когда-то этим. Когда были фильмы «Белые одежды». Да. Вспоминайте. Дудинцева. Это надо бы вам сейчас перечитать бы всем. Ведь уже когда действительно дошло до того, что давили страну до ручки, преследовали этих самых так называемых подпольных генетиков, подполье ушли. Так уже КГБ этим занималось. Потому что уже куда дальше-то уже страну-то эти самые... Вроде бы правильно на самом деле тормоза командовали наукой. Только там про картофель было. А у нас вон по крути. Кстати, картошку дожить. 19-й год, 21-й век, 18-й, 17-й. Картошка с Израиля, с Египта. Вы что, совсем уже? Я картошке ни хрена не понимаю, но мне кажется, что там тоже что-то не то делается. Я рассказывал по голландской технологии, научили Россию. Ни урожая ни хрена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok